Russian Mersin. Русский Мерсин. Всем привет! С вами канал Russian Mersin или Русский Мерсин. Мы с вами сейчас находимся в Турции. Это место Нарлы Кую, бухта Ак-Яр. Сегодня 25 июля. Мы с моим мужем выбрались сюда, в эту красивую бухту, чтобы поснимать наш день, наш отдых, поговорить, порассуждать. Почему именно сегодня? Сегодня интересный день. Сегодня все ютуберы объединяются. Ридли Скотт объявил о создании нового глобального документального исторического фильма. Жизнь за один день. Как ты конкретно, лично проведешь этот день? Со своей семьей, со своими знакомыми, быть может быть на работе или отдыхая. Ну вот у нас сегодня суббота, мы отдыхаем. Мы тоже хотим поучаствовать в этой исторической программе и снять свой фильм о нас, о нашей жизни. Может быть какие-то эпизоды из нашего фильма будут показаны на фестивале Санда в 2021 году. Посмотрите в каком мы антуражном интересном месте. Какие большие. Это что у нас, корабль или что это? Шхуны какие-то. Шхуны разбитые стоят. Лендровые. Как тихо, мирно, умиротворенно. Яхточки. Слышите вы, что в море? Я слышу, что в море. Я слышу, что в море. Я слышу, что в море. Привет! Привет! Насел сын! И? Вот у нас Геннадий ищет место для съемок. Где бы мы могли поснимать наш прекрасный день? 25 июля. Сегодня суббота, люди отдыхают. Как ты туда забрался? Я туда смогу спуститься? Что мы можем рассказать? Меня зовут Наталья. Это мой муж Геннадий. Это мой муж Геннадий. Мы уже достаточно взрослые люди и встретились уже достаточно взрослыми людьми. У каждого была своя жизнь за спиной. Очень в романтическом месте. Встретились в романтическом месте на выставке Стива Шапира. Проживая Америку. Проживая Америку. Музей современного искусства Эр-Арта в Санкт-Петербурге. Да, это музей современного искусства Эр-Арта в Санкт-Петербурге. Выдавали шампанское. А теперь мы в Кыскалесе. Да, вот как люди отдыхают, летают. Геннадий, ты бы испугался вот так полететь? Нет, мы летали на воздушном шаге. Летали. Мы смелые, отважные путешественники. На фоне замка можно посниматься. Как ты думаешь? Думаем покупаться, позагорать. Сменили место. Дислокации. Посидеть на беседках. Сейчас будут бега на перегонки. Успеем ли мы занять места? Рядом с прекрасным историческим памятником, замком Кыскалесе. Ну а какой еще? Ну там, видишь, занято. Да, может быть, это он просто так. Пойдем купим ему воды. Ну, здесь курортные магазины, курортные магазинчики. А вот и вода. Так, Гена у нас любит чай Липтон. Чай Липтон. Вот чай Липтон. Самая большая бутылка. Вообще, это место очень историческое. Два года назад мы приехали в Турцию. Я, мой муж и наш сын. И одно из первых мест, которое мы посещали, это было в Кыскалесе. Вы знаете, со временем, прожив часть жизни, ощущения меняются. И хочется проживать еще вторую часть своей жизни. Именно вот так вот. Меняя города, быть может, страны. Меняя сознание. Если меня спросить, чего ты боишься, хочется сказать, что уже перестали чего-либо бояться. И перестали бояться озвучивать свои желания. У каждого из нас много своих собственных желаний. И вот озвучить их перед самим собой, сказать, что истинно ты хочешь, вот этого не надо бояться. Мы очень искренне хотим встретиться с Кианой Ривзом. Мой супруг неоднократно об этом говорил. Он почему-то сам стесняется об этом сказать. Но на самом деле, да, мы очень хотим пожать этому настоящему, искреннему человеку руку. И а также обнять старика Кевина Спейси. Да, потому что мы верим, что это очень хороший человек. Мы очень любим картины с Кевином Спейси. Много их смотрим. И были бы счастливы, наверное, встретиться с этими людьми. Но если сказать, спросить, какая у нас мечта, написать сценарий для фильма «Жизнь одна». Вот мы снимаем кино «Жизнь в один день». У нас в голове есть сценарий к фильму «Жизнь одна». Поехать в Голливуд, снять фильм. Надпись «Коскалесе». Вот так вот катаются на таких электросамокатах. Пожилые люди. Прелесть просто. Вот зарядила электрический мобиль. Вот посадила товарища и покатила. Это почти как воздушный шар. Как мы летели до воздушного шара. Вот у нас виноград, персики. Тут два бутерброда, сливки. Кофе. Много воды. Сейчас надо перекусить и дальше идти отдыхать. Мы с вами на знаменитом пляже Коскалесе, где прекрасный песочек, замечательный пляж. Вот люди отдыхают и сразу наслаждаются красотой. Лицезрение прекрасного замка Коскалесе. Ну, тут, конечно, шезлонги, зонтики. Но можно и самому. Мы, правда, зонтик не взяли, только шезлонги. Сидели-сидели в беседке. Теперь пытаемся найти место, чтобы позагорать. Совсем близко подошла к морю. Куда пойдем? К машине. Поедем дальше путешествовать. В Турции надо обязательно много разных мест посетить. Потому что Турция, она, конечно, страна такая благословенная. Жить на море – это счастье. Однозначно. Но тоже, конечно, устаешь от таких путешествий. Иногда лишний раз сидишь где-нибудь дома под климой и не вылазишь никогда. Но сегодня особенный день. Сегодня мы вышли в обязательном порядке. Я не знаю, куда нас дальше заведет наш автомобиль. Хорошо отдыхать в тени деревьев. Прямо завидую мальчику. Прямо завидую мальчику. Мы живем в одном иле Мерсинской области в основном. Слушай, а ты думал, что пальмы, они похожи на ананас? Возьми. Вот, смотри, там пальмы, они похожи на ананас. Сегодня целый день ходили-ходили, снимали-снимали. Немножечко устала, полна впечатлений, столько наснимала. Вот хочу тоже к вам обратиться, мои хорошие. Для чего вообще снимается этот фильм? Снимается для того, чтобы люди увидели сами себя со стороны или посмотрели на других людей и ощутили счастье одного-единственного дня. И вот так хотелось, чтобы наш контент тоже был интересен, наши видео были интересен. Столько всего пытались заснять, не знаю, что получится. Но вот так вот мы и проводим дни. Вот в этом сегодня какая-то часть моей жизни состоит. О чем я мечтаю? Надо чем-то заняться толковым. И начинаешь думать, перебирать, какие-то мысли у тебя вот начинают. Но по итогу жизнь, она в Турции так вот расслабляет. И начинаешь ценить, скажем так, ну вот ничего не делания, и в этом находить своеобразную прелесть. Но я нахожу удовольствие вот в съемках видео, в общении со своими друзьями, подписчиками, которым, оказывается, нравится то, что я снимаю. Это привело меня к некой идее. Хочется быть ведущей на телевидении, в конце концов, сообщать какие-то новости, вести репортажи, открыть свое ТВ, Мерсин ТВ. Вещать в Турции на русском языке. Ну, это очень большие, грандиозные планы, я не знаю. Может быть, кто-то посмеется над этим. Ну, это же мечта, она может быть любой. Я в своей жизни была и экономистом, и бухгалтером, и педагогом, и логистом. Общение через экран, какой-то интересной, полезной информацией, или показать вот жизнь, это очень интересно. Я поэтому очень бы хотела поучаствовать вот в этом проекте, документальный, исторический фильм «Один день из жизни». Потому что вот мы всегда говорим с мужем, что жизнь у человека одна, и надо ее прожить качественно, качественно. Интересно. 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 Мы хотели рассказать нашу историю о том, как случилось так, что вот мы встретились. Встретились мы на выставке Стива Шапира «Проживая Америку». Прекрасное... На открытии выставки. На открытии выставки в музее. Музей Ирарта – это музей современного искусства в Петербурге. Это был фуршет, было шампанское, было игристое розовое, игристое белое. Прекрасная музыка. Музыка и, главное, фотографии Стива Шапира. И вот мы в таком замечательном месте, необыкновенном, казалось бы, Стив Шапира тоже был. И вот в этом необыкновенном месте мы познакомились с моим супругом будущим. Мы поженились, мы очень быстро поняли, что мы созданы для друга. Я в своем супруге видела огромное-огромное, большое-большое, чистое, искреннее сердце. Я увидела чистоту сердца и приняла его таким, какой он есть. А дальше, вы знаете, все налаживается. И костюмчик прилаживается, и причесочка прилаживается, и какие-то умения сделать то и так, и как надо. Понимаете? А вот верность, искренность и чистота, она либо есть, либо ее нет. Потом мы написали Стиву Шапиру письмо с просьбой приехать к нам на свадьбу. Ну, это было, казалось бы, это просто нереально. Ну, кто мы, где мы, кто такой этот великий фотограф? И вы знаете, он нам ответил. Он нам ответил буквально за день до нашей свадьбы. Он написал письмо нам в фейсбуке и сказал, что он бы с радостью приехал. Но он сейчас в Чикаго, он очень занят, он не может. Он пожелал нам счастья. Он пожелал нам рождения бэбика. И уже накрести, на которую он обязательно к нам приедет. Но так получилось, что мы уже взрослые люди, и у нас нет сильной потребности еще рожать детей. У нас есть дети. Решили вот наши силы направить на то, чтобы сделать друг друга счастливым. Не родить еще ребенка, а сделать счастливым друг друга. Поменять жизнь, когда ты меняешь сознание, у тебя меняется жизнь. Не обязательно переезжать в другую страну, чтобы поменялось твое сознание. Просто у нас так получилось, да? Мы поменяли место жительства, и сейчас радуемся, живя, выбрав то место, где нам больше хотелось бы жить. Вы знаете, и поэтому, может быть, вот это наше стремление выйти в какой-то эфир. А вот у меня муж, он мечтает написать книгу «Жизнь одна». И у него есть много идей, и он хочет про нее написать. И хочет, чтобы потом по ней сняли фильм в Голливуде, да? То есть, ну вот у нас вот такие мечты и желания, да? Участвовать в съемках этого фильма, возможно, получить гонорар, да? Мы живем обычной жизнью обывателей там. В жизни все возможно. Ставьте перед собой большие цели, в них легче попасть. А, дамы хорошие, ты можешь это повторить на камеру? Ну, муж стесняется, но это его кредо. Он говорит всегда, ставьте большие цели в них, легче попасть. И с этим титулом он когда-то, да, уже выиграл конкурсы, был напечатан в журнале, я помню. Очень гордился этим. Ну, для кого-то наши цели небольшие, для кого-то наши цели очень большие. И у каждого они свои. У нас также есть еще сильное желание встретиться Кевин Спейси и Киана Рис. Киана Рис как очень честного, искреннего человека. Мы хотим пожать ему руку. И мне кажется, я буду прыгать безумно от счастья, если я его увижу. Кевин Спейси – это наш любимый актер. Мы искренне считаем его настоящим хорошим человеком. Те образы, которые он создавал на экране, они очень сильно засели нам в душу. Кевин, привет! Вот такие незамысловатые, с одной стороны, мечты у взрослых, уже поживших жизнь людей. Помимо счастья, бывают еще такие эмоции, как страхов. Если спросить, чего ты боишься? Ну, наверное, чего-то мы боимся. Ну, вот мне супруг подсказывает, что больше после коронавируса нечего бояться. Столько страху натерпелись люди. И реального, и виртуального, и настоящего, и, возможно, информационного. Что, конечно, нужно стремиться, а вот исполнять свои какие-то желания, стремиться жить полной жизнью, потому что завтрашнего дня, может быть, просто не наступить. Нужно наслаждаться вот своей семьей. Я очень счастлива, что моя семья, мой сын, мой муж, мы всегда рядом. И, возможно, в этом тоже счастье. Счастье быть вместе. Для кого-то счастье быть вместе с любимым котом, с любимой собакой. Для меня счастье быть вместе с мужем и со своим сыном. Мы живем в своей одной маленькой частной жизни. Хочется любить, дарить тепло и свет. Это не пустые слова. Надеюсь, в каждом своем видео я немножечко кому-то дарю свет и тепла. Потому что у кого-то нет возможности жить у моря, но он очень хочет. И очень важно, чтобы вот эта мечта и желания его либо реализовались, либо он смог вот это свое желание вылить в какое-то творчество. Счастья, любви друг другу, всем людям на земле, мирного неба над головой. Мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья, все, кто меня смотрит. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Я очень рада, что вы тоже поучаствовали в этом, но грандиозном проекте. Последний, который был всего лишь целых 10 лет назад. И я надеюсь, что мы с вами немножечко хотя бы какую-то долечку участия примем в нем. А это будет означать что? Что нужно ставить перед собой большие цели и выполнять их и достигать их. Потому что чем цель больше, тем в нее легче попасть. Либо быть очень метким стрелком. Хошчакал! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok